Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите канал Первый Видео Авторынок. Если вы на нас еще до сих пор не подписаны, рекомендуем подписаться. На канале вы найдете большое количество интересного и полезного о том, что касается покупки поддержанного авто. В том числе и обзоры в разных форматах сравнения, тест-драйва, а также обзоры технического плана, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Ну а если вам нужно больше информации по нам, как по компании, по нашим автомобилям, либо даже по вакансиям, все это вы можете найти на сайте. Ссылочка на экране. Герои нашего сегодняшнего обзора относятся к классу полноценных рамных внедорожников премиального бренда, который напрямую ассоциируется с понятием надежность. О том, про что стоит помнить, прежде чем решиться на покупку такого автомобиля, в нашем сегодняшнем обзоре. Встречайте, Lexus GX460, кузов G150. Lexus GX460 появился в 2009 году. Эта модель – настоящий долгожитель конвейера. Последние экземпляры скатились со сборочных линий в 22-м. При этом машина прошла через рестайлинг дважды в 2013 и в 2019 годах. Под капотом у этой модели мог стоять только один единственный агрегат – бензиновый V8 на 296 лошадиных сил и 438 ньютонометров крутящего момента. Коробки передач только шестиступенчатые автоматические, а привод, ну, соответственно, сугубо полный. Наш сегодняшний экземпляр на подъемнике 2010 года выпускает Adori Styling. Пробег автомобиля 144 тысячи километров – это дилерский вариант, не импорт из Америки. По кузову полностью в заводском окрасе. Что касается толщины лакокрасочного покрытия GX 460, то для большинства автомобилей разброс показаний толщиномера для заводской краски будет держаться где-то в диапазоне от 90 до 130 микрон максимум. Что касается качества лакокрасочного покрытия в плане прочности, здесь, конечно, есть вопросы. И вопросы эти связаны с его хрупкостью. Машины охотно ловят сколы. Это касается как кромки капота, так и кромки крыши. И, кроме того, на автомобилях, которые использовались владельцами по прямому назначению, а именно для выездов на бездорожье, вы практически гарантированно обнаружите следы от веток по бортам. Соответственно, если автомобиль темного цвета, готовьтесь к тому, что время от времени придется осуществлять восстановительную полировку. Что касается стойкости кузова GX460 коррозии, то этот автомобиль держится молодцом. Даже на возрастных машинах, ну, исключая, конечно, битые и очень криво восстановленные варианты, столкнуться с ржавчиной возможно разве что на раме, и то в виде налета. Рама здесь достаточно прочная, металла там много, и гнить до дыр она может очень и очень долго. Но на всякий пожарный случай убедитесь в отсутствии коррозии хотя бы по дверям, что касается внутренней части по низу. Что касается бортового электрооборудования и салона, GX460 это один из очень надежных автомобилей. Но, тем не менее, есть пара моментов, которые мы бы рекомендовали проверить, а именно климатическую установку. Проблема здесь может крыться как в отказывающем моторчике-отопителе, который возвестит о своей грядущей кончине крайне шумной работой. Так что климатику следует прощёлкать по всем положениям скорости вращения вентилятора и убедиться, что всё работает штатно, то есть тихо. А второй момент связан с системой кондиционирования. Трубки кондиционера, проходящие на раме, банально гниют, так как работают в довольно агрессивной среде. И следствием данной проблемы будет утечка фреона, соответственно, нерабочий кондиционер. Подобная проблема характерна не только для GX, но и, например, для Mitsubishi Pajero 4. Так что климатику проверяем строго. Такие вещи, как память сидений, стеклоподъёмники, клавиши управления музыкой на рулевом колесе, мультимедиа и подогревы сидений на этих автомобилях работают практически безотказно. Что касается двигателя GX460, здесь стоит V8, относительно нового поколения, появившийся в 2006 году. Индекс мотора 1URFE. Здесь 296 лошадиных сил и 438 ньютонометров крутящего момента, доступных уже с 3500 оборотов в минуту. С этим силовым агрегатом тяжёлый внедорожник выстреливает с 0 до 100 за 8,3 секунды, а это очень серьёзный показатель. Блок цилиндров у этого V-образника из алюминия. Здесь по два распредвала на каждую голову. Присутствует система Dual VVTi, то есть фазовращатели на всех распредвалах и цепной привод газораспределительного механизма. Что касается впрыска топлива, то в отличие от более мощных версий UR, которые ставились, например, на легковые седаны серии LS, эти двигатели имеют обычный распределённый впрыск топлива. Никакого ТНВД здесь нет и форсунки самые обычные. Объём заливаемого в эту восьмёрку масла 8,6 литра. Вязкость 5В30. Бензин 95-й, но допускается коротковременное использование и 92-го тоже. Что касается расхода топлива, то здесь всё очень индивидуально и зависит от режима эксплуатации автомобиля. Но самые экономные и бережливые владельцы, пожалуй, смогут уложиться здесь в отметку 18-19 литров на сотню в городе. Трассовый расход около 12, плюс-минус. Правда, на гражданских скоростях. Если притапливать, скажется аэродинамика, и тогда цифры расхода на трассе будут возрастать, что называется, в прогрессии. Мотор этот на самом деле довольно надёжен, и слабых мест здесь не так уж и много. Да, на экземплярах с большим пробегом попадается расход масла на угар. Причём, как правило, этой проблеме предшествует перегрев мотора и как следствие залегания маслосъёмных колец. Также при осмотре подобного автомобиля следует обязательно запустить его на холодную. Гидронатяжители цепей, бывает, сдаются здесь раньше, чем сами цепи. И, соответственно, на отсутствие посторонних шумов от передней части двигателя следует обращать особо пристальное внимание. Муфты ВВТА здесь не отличаются какой-то особой хлипкостью или проблемностью. А вот за состоянием насоса системы охлаждения помпой нужно поглядывать её ресурс тут в среднем около 100 тысяч километров пробега. Также часть автомобилей, выпущенных в 2010 году, попали под отзывную компанию на замену клапанных пружин. Но на этом, пожалуй, всё. Естественно, при осмотре обращайте внимание на то, чтобы агрегат был сухой, чтобы не было масляных течей по прокладкам клапанных крышек и тем более по стыкам головок блока с самим блоком. Но если вам повезло и вы нашли живой один URFE, вы можете рассчитывать на ресурс никак не меньше, чем в 450 тысяч километров пробега до капремонта. Что касается коробок передач, на эти машины попал автомат фирмы Эйсин серии А760. Эта коробка имеет 6 передач, она довольно консервативна по конструкции, довольно не новая появился этот автомат в 2004 году и очень хорошая в плане ресурса. Ходят эти трансмиссии по 400-450 тысяч километров пробега, а замена масла раз в 60. При этом нужно помнить, что ресурс данного автомата можно очень сильно подсократить, особенно если он сочетается с двигателем V8 с большим крутящим моментом. Для этого достаточно почаще использовать GX460 в светофорных гонках и постараться обеспечить коробку ударными нагрузками. А еще крайне желательно перегреть. Дело в том, что у этой коробки в первую очередь сдаются накладки блокировки гидротрансформатора. Изнашиваются они здесь довольно быстро при агрессивном стиле вождения и продукты износа попадают в рабочую жидкость. После чего маслоканалы начинают засоряться, заканчивается это все некорректной работой соленоидов и, как следствие, уже в запущенных случаях проблемами по самой, как говорится, железной части КПП. В особо запущенных случаях может даже разбить втулку маслонасоса, если очень долго ездить с неисправной блокировкой. Соответственно, при осмотре подобного автомобиля, помимо тест-драйва, где необходимо оценить, насколько плавно и тихо работает автомат, а он должен здесь отрабатывать именно так в любых режимах движения, рекомендуем еще и прицепиться на диагностический сканер, посмотреть отсутствие ошибок по коробке, особенно отсутствие ошибок по блокировке гидротрансформатора. Что касается подвески этого автомобиля, комфортабельная и, кстати, крайне выносливая ходовая часть Lexus GX 460 представлена в виде схемы на двойных поперечных рычагах спереди и зависимой подвеской сзади. По передней подвеске и по ресурсу ее компонентов. Здесь все выглядит очень солидно в плане габаритов, чего стоит один только стабилизатор поперечной устойчивости, который, кстати говоря, в этом автомобиле расположен перед передней подвеской. Соленблоки передних рычагов столь же основательны в плане ресурса, как они выглядят. Ходят они никак не менее чем 150-160 тысяч километров пробега. Столько же служат и шаровые опоры. Если не больше, очень многое зависит от условий эксплуатации этого внедорожника. Сам передний стабилизатор также работает под 200 тысяч и не требует никакого вмешательства. Пожалуй, к наименее ресурсным компонентам передней части ходовой в данном случае можно отнести ступичные подшипники. Некоторые владельцы GX-ов меняли их на пробегах около 130-140 тысяч километров. Что касается рулевой рейки, самого дорогого компонента любой ходовой части, она у GX-460 классическая гидравлическая. Соответственно, за насосом ГУР и состоянием шлангов подачи рабочей жидкости нужно поглядывать. А при диагностике такого автомобиля в поддержанном виде обязательно проверять. Хотя сама рейка на этих автомобилях крайне редко начинает стучать. Это вообще здесь очень выносливый узел. Гораздо чаще стуки в рулевом на данных машинах, как и на Prado 150, та же платформа, связаны с дефектом рулевого карданчика. И после замены крестовины все приходит в норму. Что касается задней подвески, то у GX-460 подвеска мостовая. Это классическая схема для основательных равных настоящих внедорожников. И в данном случае источником проблем может служить система креноподавления или КДСС, которая представляет собой гидравлический стабилизатор поперечной устойчивости. То есть с одной стороны мы видим на стабилизаторе обычную классическую стойку, а с другой стороны гидроцилиндр, который позволяет менять жесткость стабилизатора, тем самым борясь с лишними кренами кузова. Гидроцилиндра здесь два, один на заднем, один на переднем стабилизаторе поперечной устойчивости, но проблемы тут, как правило, возникают по блоку управления этой самой системой, расположенной слева от рамы, примерно посредине автомобиля. Конечно, до такого доходит не часто, но дефектная и пустая система КДСС выдает себя в виде скрипов при проезде неровности, при раскачке автомобиля. А кроме того, в памяти при диагностике сканером, конечно, будут сидеть ошибки по ней. Заниматься ремонтом неисправной системы КДСС удовольствие не бюджетное, поэтому в случае, если машина очень понравилась, а дефект, связанный с активным стабилизатором, на ней все же есть, это будет поводом поторговаться с продавцом. Что касается остальной задней подвески, здесь все крайне ресурсное. Относительно немногочисленные сайлентблоки задней подвески GX служат более 250 тысяч километров пробега. Некоторые из владельцев подобных машин не меняли их вообще никогда. И все это продолжает долго и исправно служить. Кстати, ступичные подшипники сзади на этих автомобилях вообще практически не относятся к разряду расходников. Срок их службы вдвое превышает передние и замены могут потребоваться на пробегах уже за 300 тысяч километров. А вот если что-то требует регулярного к себе внимания в подвеске GX, так это суппорта. Возьмите за правило проводить профилактическое обслуживание этих узлов хотя бы раз в 20-30 тысяч километров пробега. Не такая большая проблема разобрать суппорт в условиях СТО и обслужить его. Заложив туда новую смазку, таким образом вы не допустите закисания направляющих, что избавит вас потенциально от довольно небюджетной замены суппорта. Задняя подвеска GX 460 на пневме. Пневмобаллоны служат около 200 тысяч километров пробега. Далее может потребоваться замена. Кстати, диагностика пневмоподвески это тот аспект, которым лучше не пренебрегать. Дело в том, что если баллоны где-то травят и машина использует компрессор для подкачки чаще, чем то надо было бы, то вы можете столкнуться не только с необходимостью поменять баллоны, но также и отремонтировать непосредственно сам компрессор. Поэтому ошибки по пневме должны вас насторожить. Что касается системы полного привода GX 460, то здесь мы видим классическую раздаточную коробку. Она имеет понижающий ряд, но вообще привод у этого автомобиля постоянный, полный. В нормальном режиме движения крутящий момент распределяется между осями в пропорции 60 назад, 40 наперед. Но в некоторых условиях он может варьироваться. Сама начинка раздаточной коробки в плане железа здесь эталона надежно. Вопросов по ней не возникает. Если с чем-то и связаны отказы раздатки, то в основной своей массе это проблема либо с ее актуатором, либо с разъемами управления, которые банально страдают от влаги и грязи. Также помните о том, что будучи владельцем полноценного рамного внедорожника, а GX 460 это именно он, вам придется так или иначе заниматься шприцеванием крестовин кардана. Не пренебрегайте этой процедурой. На данном автомобиле как раз видны следы разбросанной смазки от обслуживания крестовин. Процедуру эту лучше проводить где-то раз в 15-20 тысяч километров пробега. Но если вы в ходе выезда на бездорожье занимались штурмом водных препятствий, то желательно загнать автомобиль на данное мероприятие, не откладывая. Какие же общие выводы можно сделать по GX 460 как по модели? На самом деле этот представитель все более и более редкой породы настоящих рамных внедорожников, очень даже неплохой с точки зрения рациональной покупки агрегат. У этого автомобиля отличная коррозионная стойкость кузова. Здесь хороший комфорт. Богатое оснащение в плане опций. Крайне интересный в плане динамики и надежности V8. Проверенный классический автомат, который у аккуратного владельца при адекватном стиле вождения проживет более 400 тысяч километров пробега. А также крепкая подвеска, к ремонту которой обращаться придется не так уж и часто. Так что высокая стоимость этого автомобиля на вторичке фактически компенсируется экономией на его ремонтах. Самое главное, постарайтесь выбрать экземпляр с как можно меньшим пробегом. Конечно, если в автомобиле вы прежде всего цените такие качества, как маленький расход топлива, новаторские технические решения или хорошую управляемость, то GX460 скорее всего не для вас. Но если дороги в вашем регионе оставляют желать лучшего, то это, пожалуй, один из наиболее оправданных к покупке люксовых автомобилей. На этом наш обзор завершен. Если он вам понравился, оказался в чем-то полезен, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Также пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас добыть и отснять. Если же у вас был или есть до сих пор GX460, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить и в чем нас дополнить, все прописывайте в комментарии. Людям, которые ищут себе подобную машину, ваш комментарий поможет сделать верный выбор. Спасибо, что смотрите нас. До новых встреч на канале и хорошего дня. Пока!